Проблемы динамики почему в Пентагоне заявили об угрозе отставания от России и Китая в сфере вооружений 12 января 2020 года, 7.30 Александр Бавдунов, Елизавета Камарова В Минобороны США заявили о необходимости развивать вооружение более стремительно, чем потенциальные противники в лице Китая и России В противном случае, по словам заместителя главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Джона Хайтена, штаты могут отстать в гонке с этими державами Как отмечают эксперты, по ряду направлений российские вооруженные силы обладают солидным технологическим преимуществом В первую очередь американцам не дает покоя отставание в сфере гиперзвуковых технологий, констатируют аналитики Вооруженные силы Соединенных Штатов должны развиваться более активно для того, чтобы не позволить России и Китаю обойти себя в военной сфере Такое заявление сделал заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен, ранее возглавлявший стратегическое командование ВС США и космическое командование ВВС страны Мы должны добиться того, чтобы мы продвигались так же, а то и более стремительно, чем потенциальные противники в лице Китая и России Отметил Хайтен в своем первом интервью на этом посту В Пентагоне выразили уверенность в том, что пока Штаты лидируют в большинстве военных сфер Однако, по словам высокопоставленного военного, есть реальная возможность того, что США отстанут в гонке с Россией и Китаем Причина этого, по мнению генерала, в том, что российские и китайские вооруженные силы развиваются более быстрыми темпами, чем это происходит в США Отмечается также, что приоритетом номер один для вооруженных сил США является модернизация ядерного арсенала Межконтинентальных баллистических ракет, подводных лодок и стратегических бомбардировщиков на два фронта О необходимости подготовки к затяжному противостоянию с Россией и Китаем говорил на днях и другой высокопоставленный представитель Пентагона, Райан Маккарти, глава Министерства сухопутных войск Наш подход к соперничеству с такими потенциальными противниками, как Россия и Китай, скорее напоминают футбольный матч, чем один раунд на ринге, цитирует его сайт Пентагона Как отметил в разговоре с RT, руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов Если по количественным показателям американские войска по многим направлениям превосходят китайские и российские, то по качественным они теряют очевидное преимущество Также по теме мышления и Голливуду, как США планируют использовать сверждально-бойную пушку Соединенные Штаты занятой разработкой особого сверждально-бойного артиллерийского орудия, способного стрелять на расстояние 1 тысяча Гиперзвуковое оружие, крылатые ракеты, системы ПВО и про всех типов, включая С-400 и грядущую С-500, системы радиоэлектронной борьбы В этих областях мы обыгрываем американцев, заявил Михайлов По словам политолога, США отстали в создании ледокольного флота, позволяющего действовать в условиях Арктики Серьезную угрозу для их ВМС представляют российские подлодки и перспективы вооружения российского флота гиперзвуковым оружием В свою очередь, военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что с точки зрения качества у нас прорыв колоссальный, с точки зрения количества мы отстаем от американцев Последнее обстоятельство вызвано разными задачами, стоящими перед вооруженными силами двух стран, пояснил собеседник А.Т. У нас другие задачи и цели, оборонительные, охранять границы, помогать союзникам, с которыми у нас есть соответствующие договоры Но отнюдь не контролировать весь мир, как у США, заявил Кнутов Гиперзвуковая гонка 10 декабря вице-президент американской военно-промышленной компании Том Басенко опубликовал на профильном интернет-портале Статью под названием «Победа в гиперзвуковой гонке вооружений» Одна из главных национальных задач Также по теме Вынуждены нагонять Почему глава Пентагона заявил об отставании от России в области гиперзвука Раскручивая миф о российской угрозе Американский ВПК стремится получить как можно больше денег Так опрошены А.Т. Эксперты Басенко отметил, что Россия совсем недавно приняла на вооружение гиперзвуковой комплекс «Авангард», а также привлек внимание к гиперзвуковой разработке КНР, комплексу «Старрискай» 2 Гиперзвуковое оружие представляет одну из самых существенных новых угроз, и Соединенные Штаты должны сохранять первенство в деле разработки передового гиперзвукового оружия, подчеркнул топ-менеджер Американские официальные лица не раз признавали, что отстают от Москвы в области развития гиперзвуковых вооружений, то есть систем, скорость которых превышает 5 махов В России, кроме «Авангарда», уже стоит на вооружении комплекс воздушного базирования «Кинжал» В области гиперзвуковых технологий американцы отстали от нас лет на 5, утверждает Юрий Кнутов В конце декабря на заседании коллегии Минобороны президент России заявил о планах разработки как морской, так и сухопутной версии гиперзвуковой ракеты «Циркон» Сроки принятия ее на вооружение глава государства не уточнил, однако эксперты считают, что речь идет о 2020-х годах 9 января Владимир Путин с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов» наблюдал за применением ракет «Кинжал» и «Калибр» в ходе совместных учений Северного и Черноморского флотов Ранее Пентагон сообщил, что американская оборонная корпорация «Локхид-Мартин» получила 1 миллиард долларов на разработку гиперзвукового комплекса под названием «Оружие быстрого реагирования воздушного базирования» На защиту от гиперзвукового оружия военный бюджет США 2020 года предусматривает выделение 157,425 миллиона долларов на создание прототипов гиперзвуковых систем – 576 миллионов долларов Огромные деньги в США тратились на содержание военных баз, на ведение конфликтов на Ближнем Востоке, на разветвление шпионских сетей А Россия в это время сделала несколько резких технологических скачков, объяснил причины отставания США Александр Михайлов Уход в отрыв В конце 2019-го замминистра обороны Алексей Криворучко в интервью газете «Красная звезда» заявила о намерении увеличить скорость гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон» до показателей выше 10 махов Также по теме перспектива неограниченной гонки вооружений Как в 2019 году прекратил свое существование договор РСМД и уходящий 2019 год ознаменовался еще одним шагом со стороны США по демонтажу системы международной безопасности – Вашингтон-В При этом ранее в США отмечали ряд других сфер, в которых Москва и Пекин бросают серьезный вызов Вашингтону По словам министра обороны США Марка Эспера, это искусственный интеллект и технологии связи 5G Журнал «The National Interest» обращал внимание на превосходство российской полевой артиллерии над американской, а исследовательский центр «The Heritage Foundation» на угрозу со стороны российских систем ПВО для американской армейской авиации На этом фоне в конце 2018 года в Соединенных Штатах были созданы космические войска Через месяц после того, как они официально приступили к несению службы, в сентябре 2019 года, председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Денфорд заявил, что Россия и Китай угрожают американцам в космосе А в конце декабря представители ВМС США заявили, что созданный для противодействия России второй флот, который будет действовать в Северной Атлантике, достиг состояния полной боеготовности Сейчас США сделали ставку на гонку вооружений в космосе Идет совершенствование ядерного оружия, повышение его точности, переход на ядерные блоки малой мощности Совершенствуется вся ядерная триада Планируется строительство новых авианосцев класса Джеральд Р. Форд Атомных подводных лодок класса Колумбия Новых бомбардировщиков Б-21 Рейда Отмечает Юрий Кнутов По словам Александра Михайлова, оборонные планы Пентагона в значительной степени вызваны стремлением американского ВПК получить как можно больше денег Но у России есть все возможности сохранить технологический паритет с американцами в долгосрочной перспективе Если мы не прекратим финансировать эту сферу, если не прекратим вести полномасштабные испытания, если Россия не прекратит в таком же темпе работать в ракетном вооружении, Америка еще долго нас не догонит, уверен Михайлов Продолжение следует...